Ну, собственно, почему я против солизма, это, надеюсь, вам понятно. Я ведь, товарищи, герцог Мальборо. Вы понимаете, что я сэр? У меня машины, дачи, коттеджи. У меня стояние на сберкнижке. Вернее, у меня целая библиотечка сберкнижек, и все, естественно, на предъявителя. Ребят, я живу хорошо. Свидетель, у вас знание величие, вы не директор гастронома, вы черчинцы. Ну, ладно, я никого здесь не смогу убедить, почему я против солизма. Но я хочу дать слово человеку, которого вы все здесь любите, знаете, и которым каждый русской гордится. Пусть он нам расскажет, что такое социализм, и тогда, может быть, моя позиция, она как-то не покажется вам, чрезмерной. Послушаем гения русского народа, великого писателя всех времен и народов Федора Михайловича Достоевского. Я прошу вызвать в кости свидетеля обвинения одного из главных героев романа «Бесы» Петра Степановича Верховенского. Нет, товарищи, «Бесы» не надо. То есть как? Не надо. Это, подождите, это произведение путанное, не все его читали. Потом, пожалуйста, вспомните, что сказал «Бесы» наш, великий, пролетатский писатель Гольф. Произведение садистическое и болезненное, он сказал, это сидя на капле. Ну что, товарищ прокурор, да, вот я хотел бы узнать. Мы можем сейчас... Не нужно, товарищи, не нужно. Ну, сейчас, мальчик, подождите, сейчас мы сможем с вами действительно в такие дебри... Такие дебри, хорошо, тогда так, тогда прокурор протестует. Правильно, правильно, правильно. Мы с вами находимся, товарищи, в 20-м году. Да нет, Олег Иванович, мы с вами вынем 20-м. Защита предложила вести разговор всерьез, вы с этим согласились. Ну, давайте попробуем всерьез задуматься над тем, что есть для нас сегодня, Петр Степанович Верховенский. Нет, я попрошу вас. Ну, конечно, я понимаю, здесь вы можете закрыть нам рот и, как всегда, объявить некоторые темы запретными. Но проблемы-то не перестанет существовать. Вызывается Петр Степанович Верховенский. Папаша мой, Степан Трофимович, как-то изволили изречь в меня мете, что социализм, мол, мысль великая, да вот исповедующие не всегда великаны. Если, говорит, у вас гильотина на первом месте, да еще с таким восторгом, так это от того, что голову рубить легче, а идею иметь всего труднее. Ну, извольте, и все по порядку. Сначала о самой системе, ну, а потом и к методам перейдем. Вопрос о социальном устройстве будущего общества волновал всех наших и в особенности Шигалек. Он даже целую тетрадочку исписал о десяти главах. И пришел он к убеждению, что все предыдущие составители социальных систем были сказочники и глупцы. Но, правда, и он запутался. Выходя из безграничной свободы, он заключает бесконечным деспотизмом. Но при этом доказывает, что кроме его разрешения социальной формулы нет никакого другого. Никакого. Вот он предлагает в качестве окончательного решения задачи разделить все человечество на две неравные части. На две. Одна десятая получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же теряют личность, превращаются как бы в стадо, достигают первобытной невинности, как бы первобытного рая, впрочем, будут работать. Нет. Ни хотя бы гениальный человек. У него все таки хорошо. Я сам читал. Ну, к примеру. Все рабы в рабстве равны. Первым делом понижаем уровень образования, наук и талантов. Нам не надо высших способностей. Не надо. Да. Их либо изгоняют, либо косняют. Мы всякого гения потушим в младенчестве. Цицерону отрезывается язык. Копернику выкалываются глаза. Шекспир побивается камнями. Давайте, да? А потому что без деспотизма нельзя. Но в стадии должно быть равенство. В мире одного только не застает послушание. Полное послушание, полная безличность. Нет. Страдания, желания это для нас. А для рабов в стадии дисциплины. Через шпионство. Каждый член общества следит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждому. Не, ну конечно, сейчас спросите, как же нам всего этого добиться? Нашим людям сомкнуться и завести кучки. Опять человек в каждом. Но вот что больше всего на наших людей действует, так это мундир. Нет, ничего сильнее мундира. Я знаю, что каждому выдумывают чины и должности. Ну, регистраторы. Соглядаты. Секретари. Очень нравится. Очень. И отлично принялось. Затем следующая сила. Сентиментальность. Затем мошенники. Эти порой выгодны очень. Но на них очень много времени идет, неусыдный надзор требуется, так что... Ну и наконец, главная сила, цемент всесвязующий. Это стыд собственного мнения. Вот с такими все можем всем. Нет, это я вам говорю. У меня любой в огонь пойдет. Любой. Стоит только прикрикнуть, что недостаточно революционен. Любой. Ладно. Чины и прочих хороших лейстер, главное другое. Подговариваем четырех членов кружка. У Кокоши пятого. Нет, ну под видом того, что донесет. И тут же мы их пролитой кровью, как одним узлом связываем. Рабами станут. Не посмеют ни бунтовать, ни отчетов спрашивать. Это раз деспотизм одной десятой. Так стало быть, надо ложь принцип возводить. Ложь плюс ложь равняется, ну, истину. Истину. Нет, ну вообще все надо взорвать. Все. И для этого все средства хороши. Ложь плюс ложь равняется истине. Почему? Да потому что веря. Веря. А раз верят, рождается энергия. Сила. Без силы не взорвать. Ложь во спасение. Где это сказано? Ну? Ну? В Евангелии. Чего? Чего? Не в Евангелии. Не в Евангелии. Найдем где-нибудь. У езуита. Найдем. Вы дайте! Дайте взрасти поколению! Одно! Два! Поколение разврата необходимы! Разврата неслыханного, подлинного! Тогда человек превращается в грязную, жестокую, себялюбивую мразь! Вот. С такими все можно. Но... А потом... Кровушки... Подпустить... Судорогу... Раз в 30 лет! И все. И люди сразу начинают пожирать друг друга. Новейший принцип всеобщего разрушения для добрых и окончательных целей требует 100 миллионов голов для выдворения здравого рассудка в Европе. 100 миллионов голов! Вот именно мы провозносим разрушение. Это идейка обаятельная. Пустим легенды, пустим поджоги. Тут такая раскачка начнется. Ну, сын, очнется смута, и застонет земля. И взволнуется море, и рухнет балаган! И не надо конфузиться, что кого-то придется укокошить. Много тысяч придется укокошить. Придется. И только тогда вы сможете ощущать эту здоровую гордость, которая сопряжена с исполнением долга. Нет, ну а править? Править станем мы, однодесятые, заранее предназначавшиеся для власти. Заранее. Вот умных. Приобщим к себе. Ну, это все. На растопку материал. На глупых поедем верхом. Вся суть моей революционной теории заключается в отрицании чести. И я ее смело и безбоязненно выражаю. Ну, в Европе трусливые, а у нас... Простите, где? Это у нас. И вот. У нас. Открытым правом на бесчестие, Господи. И, скорее всего, увлечь можно. Правом на бесчестие. Обязанностью бесчестие увлечь. Это социализм.